Акробаты, жонглеры, гимнасты в рамках фестиваля циркового искусства вне арены. Они обучают ребят простым трюкам, учат накладывать грим. В июне в районном культурном комплексе с успехом прошел первый фестиваль эстрадно-циркового искусства вне арены. Теперь организатор и идейный вдохновитель, он же руководитель цирковой студии «Юность» Василий Медведев, подал заявку на соискание премии губернатора «Наша Подмосковья» с этим проектом. Проект называется «Фестиваль циркового и эстрадного искусства вне арены». Проходил он 2 июня в городе Щелково на территории Щелковского районного культурного комплекса. Что за фестиваль? Кто принимал участие? Принимали участие коллективы детские, юношеские, цирковые коллективы из города Фрязино, Королев, Матищи. Так, в Восемь Петровский приехать не смогли. Наш Щелковский был. Театр моды Щелковский принимал участие. Они нам помогали в плане, не костюмов, а встречи гостей, сопровождение на сцене, награждения. Такие вот моменты. То есть девочки красивые, поэтому... А расскажи, пожалуйста, цель какая у этого мероприятия, у этого фестиваля? Популяризация циркового искусства и вывести цирк, так скажем, на улицы города. То есть в итоге уйти из ДК, уйти со сцены, выйти в город и обучать детей. Здесь хочется показать, что цирк – это не только клоунада, а гимнастика, растяжка. Это все можно сделать на улице, мы можем показать, как это делать, научить жонглированию, акробатике начальной. То есть если кто-то захочет заниматься, могут спокойно приходить к нам в коллектив. Участие в фестивале принимали детско-юношеские коллективы из разных городов Московской области. Клоунада, эквилибристика, пантомима. За каждым номером месяц и упорных тренировок. И все это требует профессионального подхода и, конечно, глубокой проработки и подготовки. Сам Василий Медведев свой проект называет культурно-массовым. Благообразование соответствует Василий, режиссер-постановщик массовых мероприятий. И тема циркового шоу близка ему, как никому другому. Проект изначально назывался «Фестиваль-карнавал циркового эстрадного искусства». То есть на базе Щелковского района это было бы очень удобно, так как коллективам и цирковым, и вокальным, и эстрадным каким-то танцевальным. Танцоры проходились бы в параде, допустим, по той же улице Парковой, пройти карнавальным шествием, потом в конце дать концерт из цирковых коллективов победителей, определенного фестиваля. Это было бы очень красиво. Вот такой яркий, творческий и масштабный проект уже реализуется в нашем городе. А если он получит поддержку и премию «Наше Подмосковье», то грандиозный праздник ждет всех жителей и гостей фестиваля «Вне арены». Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова